Заканчивается период летних отпусков, которые жители региона предпочитают проводить за его пределами. Массово авиа- или водным транспортом они прибывают из других, в том числе неблагоприятных регионов по ситуации с COVID-19. Однако количество вновь заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ненецком округе остается стабильным. Во многом этому способствуют меры, принятые по недопущению ее распространения. Режим повышенной готовности на территории Ненецкого округа продлен до 30 августа. Для всех прибывающих из других регионов сохраняются правила двухнедельной самоизоляции или предоставления по прибытию документа, подтверждающего отсутствие заболевания. По исследованию это, конечно, должно быть ПЦР-исследование обязательно, это берется мазок и, соответственно, происходит следующая диагностика ПЦР. То, что сейчас иногда представляется исследование крови, либо из вены венозной, либо из пальца, это либо экспресс-тест, либо ИФА, данные тесты не принимаются. По причине того, что основной их критерий исследования – это, конечно, наличие антител в организме, это основное, когда люди уже переболели. Эффективность мер, принимаемых на территории региона, высокая. Из общего количества выявленных случаев на жителей Ненецкого округа приходится лишь от 5 до 10%. Основная доля заболевших – жители других регионов, прибывающие для работы на месторождениях. Это связано в основном с нарушениями по проведению самоизоляции или несдачи повторного анализа. Что же касается жителей нашего региона, то они более ответственно подходят к рекомендуемым мерам. Из всех прибывающих в среднем всего у 15% нет на руках готовой справки о прохождении анализа, либо результат не успел прийти на электронную почту. Летел пассажир, летел житель округа, возвращаясь в округ, он также сдал, но пока результат не получил, и летел на самолете. В процессе родственники на электронную почту получили анализ, и он был положительный. Они эту информацию сообщили нам в Роспотребке, и были приняты в свои временные меры по изоляции всего рейса. И, в принципе, мы предотвратили распространение данной инфекции. Однако, мнение о необходимости исследования неоднозначно среди жителей округа. Одна из них – Ирина. Вместе с детьми она вернулась из отпуска. Анализ давать не стали. Хотят продолжить отдых, находясь на самоизоляции, что также предусматривается рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Мы даже не расстраиваемся абсолютно. С юга приехали, я готова месяц депрессии посидеть дома. Так что, я знаю, что все здоровы, все хорошо. Где мы отдыхали в Анапе, ни одного заболевшего не было. Все замечательно. Там и у хозяев, где жили, сама женщина-медия, она говорит, у нас проблем вообще никаких нет. Так что, откуда этот коронавирус? Ну, конечно же, есть, как и грипп, как и все другие заболевания. Но проблема, может, для меня, кажется, не настолько страшна. Напомним, что по всем интересующим вопросам, связанным с прохождением теста для прибытия в регион, можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу по номеру телефона 421-58. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север.